У нас сейчас на наших экранах появился Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина. Доброе утро! Доброе утро! Вы сидите там на фоне прямо каких-то красивых бархатных флагов. А что это такое? Что это за флаги у вас? Там написано 1870. Это про Ленина? Это всероссийское социалистическое соревнование. Совхоз имени Ленина имеет историю 103 года на сегодняшний день. И мы постоянно были победителями всероссийского социалистического соревнования. Там написано 1870, а потом на 125 лет каждый раз нам вручали вот такое знамя. У нас их много, видите? Только здесь три. Поэтому Совхоз довольно успешное всегда было предприятие. И сейчас тоже. Павел Николаевич, давайте мы с вами попробуем понять, что происходит с КПРФ и что происходит с таким поствыборным состоянием партии. Насколько, можно сказать, это осталось позади или это еще пока потряхивает левую часть такой думской и российской оппозиции? Максим, ваша девушка Дарья, продюсер, сказала, что мы будем говорить про повышение цен. И про это обязательно тоже поговорим. А, то есть вы хотите говорить про повышение цен, а говорить про КПРФ вы не хотите. Нет, почему? Кто вам сказал, что не раздушите? Вы зря. Про повышение просто обязательно поговорим. А не разговаривайте. Вопрос же в другом. Она говорит, кого потряхивает-то, я не пойму. Да, людей, которые не ожидали такого успеха КПРФ, конечно, потряхивает. Это видно. Причем потряхивает сильно. Естественно, потряхивает всех тех, которые голосовали за КПРФ, вдруг обнаружили, что половину голосов ушло единой России. Ни с того, ни с сего. Потряхивает тех, которые не хотят, чтобы была сказана правда об электронном голосовании. Их очень сильно потряхивает, потому что все понимают, что это обман. Причем во всем мире, кроме Эхо Москвы и группы провластных экспертов. Нет, извините, пожалуйста, вы так не формулируйте. Все противники электронного голосования были у нас в эфире, не сомневайтесь. И мы сами тоже постоянно это обсуждаем в критическом ключе, в личном экс-максе. Вы за электронный голос? А вы за второй интернационал или нет? Нет, минутку. Парел Горденин задал конкретный вопрос. Если вы, например, спрашиваете меня об этом, то я вам скажу то, что я уже сто раз говорила в эфире Эхо Москвы, в том числе. Я против электронного голосования в его том виде, в котором оно сегодня существует, потому что для того, чтобы вводить такие инновации, нужно иметь высокий уровень доверия между обществом и государством, между теми, кто голосует, и теми, кто организует голосование. У нас всего этого нет. Соответственно, с моей точки зрения, электронное голосование вот в этом варианте, это, конечно, оно ничем не отличается от бумажного голосования с его каруселями, вбросами и со всем прочим. Это, в общем, одно и то же. Вот если вы меня спрашиваете об этом. Если говорить об этом, то тогда несколько слов. Между вами, тем, кто голосует, и урной, в которую вы кидаете, никого нет. Это потом могут ваши голоса каким-то образом украсть. А вот между электронным голосованием, между человеком и тем местом, куда должен попасть голос, есть какой-то системный администратор. Не знаю, кто это такой. Я согласна с вами, да. Это технологические подробности, да, безусловно. Это важно. И куда уходит голос, и почему голосов, которые... То есть бюллетенях выданных оказалось меньше, чем тех, которые проголосовали. Это отдельные разговоры, но тут вообще ничего не проверишь. Если бы было желание посчитать, никто посчитать это бы не смог. Поэтому, если говорить о том, скажем, кого колбасит от позиции КПРФ, мы понимаем, кого. Тех, которые были заинтересованы в том числе, чтобы каким-то образом фальсифицировать выбор. А вот само КПРФ ничего. Оно показало, наоборот, увеличение рейтинга. Понятно, что единственная оппозиционная партия, как вы ее называете, системная, проявилась. Это видно и по голосованиям. Вчерашнее голосование по поводу организации парламентского расследования по пыткам еще раз показало, кто за народ, а кто против. Но ведь тут же важное обстоятельство состоит в том, что голосование за КПРФ, которое действительно было беспрецедентным, вне зависимости от того, какие результаты мы официально получили на выходе. Но мы понимаем, что да, очень многие голосовали за КПРФ. Но оно было не только от большой любви к КПРФ, не потому что у избирателей открылись глаза, какая прекрасная партия КПРФ, господи, где же я был раньше, почему я за них не голосовал. А потому что просто это была абсолютно протестная история. И вот так получилось, что этот протест достался КПРФ. Не более того. А почему? Вы никогда не думали, почему протест достался КПРФ? Почему он не достался СССРам или ЛДПР, ЛДПР или каким-то там новым людям, или что там было из 14 партий? Объясните. Вот вы объясните. Вы говорите, весь протест. Нет, это вы объясните. Потому что на протяжении долгих лет фракция КПРФ последовательно голосовала против пенсионной реформы, против поправок в Конституцию, против бюджетов, которые являются фактически бюджетами бедноты, то есть ввергали в бедность. Вы сейчас слышали про бедность, что надо бороться с бедностью? Да, мы слышали, президент сказал. Это делается обычно, понимаете? И если вы на социальные программы, на здравоохранение, на образование урезаете расходы, а КПРФ всегда была против этого и всегда голосовала против бюджетов, вот это все и показало, что единственная оппозиционная системная партия – это КПРФ. Именно поэтому все проголосовали за нее, а не потому, что там, значит, не за кого было голосовать. Нет, спектр был огромный. Но придумывали партии, в том числе с левого фронта. Ну, я знаю конкретных людей, которые голосовали именно потому, что больше было некого, потому что не за кого, потому что этот спектр партии, бог знает вообще, кто это. У меня к вам другой вопрос. Вы обещали… Подождите, вы знаете этих людей. Да. А яблоко, например, это же, вы же все-таки такое либеральное все-таки средство массовой информации. Почему яблоко так провалилось? Ну, это, наверное, тема для другого разговора. Мы тоже очень много это говорили в эфире. Это очень все, конечно, грустно и печально. Что говорить? Что тут скажешь? Ну, печально, конечно, когда Григорий Явлинский говорит, что сторонники Навального не голосуйте за яблоко. Ну, что тут скажешь? Печально другое. Печально то, что еще остались люди, которые, ну, скажем, пытаются через средства массовой информации, ну, как-то объяснить электронное голосование, что все-таки люди там поверили в 10 тысяч. Все понятно. На самом деле основой этого голосования была только фальсификация, больше ничего. Если бы где-то, а вот, кстати, чтобы вы знали, у нас в совхозе Ленина три избирательных участка, ну, то есть наши. В одном участке 60% за КПРФ, в другом 16% за Единую Россию, в другом 56% за КПРФ, 19% за Единую Россию. Они тут не электронным голосованием, ничем не могли сделать. Ну, просто взяли и, честно, причем три дня голосования, причем в районе тоже победила КПРФ. Мало того, 13 так называемых избирательных участков в труднодоступных местах, кстати, где находится Ленинский район, так у нас 13, оказывается, труднодоступных мест. Ну, честно, КПРФ только на Алинех нужно туда долететь, конечно. Поэтому все это, я имею в виду, и вот эти бюджетники, и трехдневное голосование, и надомники, все было использовано, и всего КПРФ победила. И поэтому она бы победила по всей стране. Простите меня, пожалуйста, но просто раз Павел Николаевич так обострил, что называется, понимая, что Алексей Венедиктов, имеющий отношение к электронному голосованию, имеет отношение к нашей радиостанции, мягко говоря. Да, я как раз хочу Лаверды такое сделать, Павел Николаевич. А как вам поведение... Не подожди, Павел Николаевич, а Алексей Венедиктов... Как вам поведение Зюганова после выборов? На ваш взгляд, он все-таки слил протест, что называется, пойдя на встречу с Путиным? Или принципиально отстаивает ваши голоса? Зюганова проявляет несгибаемость. Не сгибаемость. Зюганова отстаивает голоса. Но вы поймите, ведь есть же тут два понимания. Одно, а почему не вышли на улицу? Ну, вышли, правда. Правда, в этот момент коммунисты Арашкин, Обухов, ну, я могу, Денис Парфенов. И все вышли на улицы, да, и наши представители выходили на улицу. Вопрос же в другом. А что вы хотите от этого протеста? Вы хотите, чтобы... То есть системная партия защищает свои интересы в судах. Ничего пока нового никто не придумал. Кстати, мы прекрасно понимаем, какое решение судов будет. Но это проблема не КПРФ, а судебная система вообще. А, кстати, скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что собираетесь подать в суд на Эллу Панфилову после всех этих разговоров про ваши там рубли, офшоры, миллиарды и так далее. На вашей инстанции. Да, вот мне лично, я помню это. На вашей инстанции была распространена заведенная ложная информация. Причем, госпожа подшла, запуталась. Помните? Она же, то ли я олигарх, то ли колхозник. Никак не можешь разобраться, кто я. Так вот, для того, чтобы подать в суд, нужно было провести лингвистическую экспертизу. Это мы сделали. А вот еще второе, знаете, что нужно сделать? Найти, где она живет. Скажите, где она живет, Алла Панфилова? Как только у меня адрес дадите, мы подадим. Потому что мы пока не можем. То есть проблема только в этом. Где она прописана? А по месту работы нельзя? Это же не я решаю. Я же не, скажем так, не главный в КПР. В КПР примет решение. Он говорит, мы это обсуждали. Надо просто... Никуда никто не торопится. Это же долгий путь. Павел Грудинин у нас в эфире, да.